Девушки отдыхают Сегодня я хочу вам рассказать про старый и крупный скандал в игровой индустрии Я немного удивился, когда увидел несколько комментариев, что некоторые люди про это вообще не знают А потом взглянул на календарь и... Оказалось, что уже прошло целых 7 лет И много людей с тех пор только начали играть в игры И они ничего не могли знать про какую-то там игру Watch Dogs Из-за которой в 2014 году над Ubisoft все смеялись и ненавидели Поэтому я подготовил этот ролик для всех, кто не знает о том скандале А если вы обо всем этом в курсе, можете просто поностальгировать по старым временам Так что заваривайте чаек, приступим Началась вся история в конце нулевых, когда Ubisoft начали делать эту игру Тогда, да и сейчас, одной из самых популярных серий была GTA И продажи GTA 4 в 2008 году били все рекорды Думаю объяснять, что это за игра вам не нужно И другие игровые компании хотели откусить часть этого рынка игр с открытым миром В конце нулевых и начале десятых был бум игр клонов GTA Разработчики, кто как по-разному пытались делать игры с открытым миром У кого-то это плохо получалось, у кого-то хорошо А кто-то уходил так далеко, что игра стала полностью самостоятельной Но ярлык клон GTA ни с кого не слетал Потому что все видели, какая серия была на вершине и на кого все ориентируются Войти в эту среду попытались и Ubisoft У компании тогда была очень хорошая репутация Их игры любили, они хорошо продавались И в них не было сраных магазинов с микротранзакциями Разве что были вышки, но над ними предпочитали стебаться, чем ненавидеть за это Разработка Watch Dogs началась в 2009 году Есть мнение, что эта игра откололась от ныне мертвой серии Driver Потому что движок Watch Dogs изначально делали для этой серии Как бы то ни было, до 2012 года никаких крупных новостей об этой игре не было Параллельно в 2011 году была анонсирована пятая GTA Которая затмила собой все остальные крупные анонсы Тогда первые Watch Dogs начали делать усиленными темпами Чтобы успеть составить конкуренцию И игру в первый раз показали на Е3 в 2012 году И я думаю, что этот новый продукт будет революционизировать Какие игроки с другими играми И у зрителей отвисла челюсть Для 2012 года игра выглядела роскошно красивой Да и если бы ее сегодня в таком виде анонсировали, реакция была бы похожей Люди реально поверили, что вот он, настоящий мощный конкурент GTA С хакерами и крутыми взрывами И весь последующий год игру раскручивали как только могли Я это сравнение с GTA не на пустом месте взял Вот прямая цитата на тот момент исполнительного директора европейского подразделения Ubisoft Февраль 2013 года GTA прежде всего очень веселая игра А Watch Dogs может предложить вам все то же самое и даже больше На игроков весь 2013 год выливали тонны обещаний по рынок с ген Уникальный геймплей и тому подобное Люди смотрели на игровые презентации и думали Вау! Как нам кажется, впервые мы сможем воссоздать по-настоящему живой город Вы не просто почувствуете себя в гуще населенного пункта Вы поверите в то, что кроме вас там живут абсолютно реальные, обычные люди Тем острее в игре будут ощущаться последствия ваших действий Релиз игры был назначен на 21 ноября 2013 года Параллельно 17 сентября вышла и отгремела 5-я GTA В тот же день Ubisoft выложили вот такую картинку Двух месяцев достаточно, чтобы повидать Лос-Антос Ждем вас в Чикаго 21 ноября Спустя один месяц игру перенесли на полгода Вообще на этом постере у игроков окончательно сложилось мнение Какую высокую планку себе задрали Ubisoft Даже к переносу игры в целом спокойно отнеслись Надеясь, что ее точно доделают Чуть позже игра обзавелась датой релиза на 27 мая 2014 года Когда ее выход состоялся Это был полный пиздец Куда люди только не посылали Ubisoft Игра мечты, которую ждали несколько лет Оказалась полнейшим изочарованием Абсолютно во всем Начиная от графики, которая за два года прошла гигантский путь даунгрейда Заканчивая геймплеем, который оказался никаким не революционным А открытый мир в игре был просто картонным Все красивые слова про NextGen оказались лишь рекламной кампанией Мало того, что графика стала сильно хуже Так еще на консолях игра не работала в нормальном Full HD Игра шла на консолях в пониженном разрешении Местами выглядев так, словно она вышла в 2007 году А на ПК игра у большинства игроков с компьютером чуть ниже топового Невыносимо тормозила Стоило только сесть в машину Возможно я пожадничал, вывернув графон на максимум Тогда ладно, посмотрим, что будет, если сбросить все на минимум С тормозами на ПК была вообще смешная ситуация Потому что Ubisoft умудрились в раздел с настройками графики Не добавить самый важный пункт Настройку текстур Этот пункт лежал в разделе повыше И по умолчанию он у всех стоял на максимуме Стоило его чуть снизить И игра сразу начинала нормально работать Такую вот проблему они создали себе на ровном месте Управлять машиной корытами на колесах было просто тяжело Потому что их физика была хуже, чем в старой GTA San Andreas А столько разговоров было, как все будет хорошо Над физикой автомобилей трудятся мастера Работавшие над серией Driver Они не подведут Сюжет игры вызывал реакцию скорее Что за хуйня тут вообще происходит Потом правда выяснилось, что русская локализация Была вообще одной из худших в истории Из-за чего даже эта не самая мощная пафосная история Для русскоязычных игроков превращалась в полный трэш Эта локализация – самое лютое дерьмище Которое побывало в данной рубрике за полтора года Так-то На фоне пятой GTA это все выглядело как один большой позор Из проебанных обещаний В ютубе сразу завирусились видео В которых Watch Dogs сравнивали не то что с пятой А даже с четвертой GTA Высмеивая все высказывания про Next Gen и революцию На моей памяти это был первый бум роликов сравнений Они конечно были и до этого Но чтобы они набирали столько просмотров Это Ubisoft стоило постараться Фанаты GTA даже сделали ответ нелепому постеру Ubisoft Переиздание пятой GTA на новое поколение планирую выпустить осенью 2014 года И на постере было написано Четырех месяцев достаточно чтобы повидать Чикаго Ждем вас снова в Лос-Антосе этой осенью У компании Ubisoft реакция на скандал была примерно такой Не получилось Ну что выросло то выросло Из-за адовой рекламы игра продавалась рекордными для компаний тиражом Но толку от этого если над ней все смеялись и ненавидели Исправить рекламную катастрофу не помогали ни патчи Ни блогеры с сомнительной репутацией Это действительно самая танковая Самая масштабная игра Ubisoft Игру кое-как пытались поддерживать первый месяц Выпуская разные исправления А потом на нее просто забили Только выпустили одно среднее дополнение осенью И все Ни о каком возврате старой графики речи не шло Ни об улучшении физики авто Ни о развитии мира игры Ни ху я Это есть безумие К Ubisoft намертво приклеился ярлык кампании Который ухудшает качество своих игр после презентации Начиная с Watch Dogs игроки пошли копаться и в остальных играх кампании Касаемо графики вообще странно что так вышло Через пару недель после релиза Один мододел полез в файлы игры И нашел там все скрытые настройки Чуть доведя их до ума он выпустил патч Который преображает игру в гораздо лучшую сторону Приближая ее к тем самым игровым презентациям С этим патчем картинка в игре даже по сей день приятно выглядит Безо всяких этих ваших RTX Да, отражений нет в окнах Но лично я предпочитаю в игры играть А не надрачивая на каждую текстуру Обычно любуюсь общей картинкой Проблема была в том, что они сделали в игре текстуры слишком большого качества для тех лет Стоило их немного понизить Игра начинала нормально работать и со старым освещением Даже на моей старушке GTX 660 в год релиза игра нормально работала Я уж не говорю про версии игры на PS3 и Xbox 360 На которых игра выглядела как сущий пиздец Была еще такая ерунда, как разные издания игры За ее предзаказ и покупку расширенного издания Игрокам давали пару небольших заданий Прохождение которых занимало от силы полчаса Зато заплатить за это нужно было чуть ли не в полтора раза больше В зависимости от платформы и страны А еще было коллекционное издание В которое Ubisoft не придумали ничего лучше Ча впихнуть кепку с логотипом игры Повторив фишку Rockstar с кепкой в полном издании GTA 5 Но еще они добавили маску Нося которую можно было лишь получить пизды на окраине Челябинска При том, если забыть про ужасную рекламную кампанию То сама игра была в целом нормальной В ней было много хороших вещей Но из-за огромных обещаний Многие люди справедливо возмущались и ненавидели Ubisoft Хвалебных отзывов на игру было достаточно Не буду их все повторять Так Ubisoft и проиграли Rockstar войну за игры в открытом мире Двух месяцев оказалось недостаточно Чтобы повидать Лос-Антос И пятая GTA по сень день продается в огромном количестве Из-за своего мультиплеера А Ubisoft просто слили в унитаз И скоропостижно забыли про свой нарисованный Чикаго Серия Watch Dogs Которая когда-то была главным релизом компании Сегодня занимает не первое Ни второе Ни даже третье место в приоритетах издателя И с ней творят что угодно Постоянные перекидывания из одного сеттинга в другой Вызывают самые разные чувства у фанатов серии Такая вот история старого скандала Учащая нас не видеть рекламным материалом Не учатся ничему некоторые И учиться блин не хотят Если вам понравился этот ролик Поставьте под ним лайк Подпишитесь на канал И напишите комментарий Увидимся в следующем видосе До скорого Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok